На поле лучшие мини-футбольные коллективы. Награждали всех сразу за два футзальных сезона. Это чемпионат и кубок любительской лиги Буряти этого года. Кроме этого прошло долгожданное вручение кубков и медалей за сезон 2019. Тогда из-за пандемии турнир приостановили, в итоге спустя два года его доиграли. В Суперлиге сезона 2019 Байкал Автотрак стал чемпионом и обладателем кубка. В Золотой лиге победил Лимонад, призеры Улан-Удэ Юнайтед и Тевиком. В Серебряной лиге первое место у 36-й армии, в Бронзовой лиге лучшие Уда Хоринск. Радостно, что очень развивается у нас мини-футбол, команд становится все больше. На сегодняшний день мы доказали, что мы на сегодняшний день пока лучшие в своих лигах. Хотелось бы сказать большое спасибо Валерию Владимировичу Хайдукову, Андрею Владимировичу Тулаеву, нашим всем игрокам. Переходим к награждению победителей чемпионата и кубка любительской футбольной лиги Бурятии. Здесь их было три. Это премьер-лига, а также первой и второй дивизионы. В премьер-лиге золотой дубль оформили футболисты Байкал Автотрака. Они вновь выиграли чемпионат и взяли кубок. В первом дивизионе первое место у Верхнеудинска, второе у Киженги и третье у Тевикома. Во втором дивизионе чемпионы Улан-Удэ Сити, а обладатели малого кубка команда «Монолит». Прошло долгожданное награждение по двум турнирам. Даже сезон 19-21 сегодня награждался. Что сказать, все рады. Медали мы получили, заработали их. Добавлю, что в эти дни любительская футбольная лига начала уже традиционный турнир на открытых площадках. Это кубок Бурятии в формате 5 на 5. В футбольных баталиях уже изъявило желание участвовать около 40 команд. Дмитрий Гомбоев, Новости дня.